Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Утро без энергии. Авария на Рязанской подстанции сказалась не только на жителях, но и на движении общественного транспорта. Отклики пандемии, когда рязанцам нужно прививаться от гриппа и ковида. Неприятная концовка. Футбольный клуб Рязань в ожидании первого домашнего матча ждет от болельщиков заряда энергии. Сегодня центр Рязани на все утро остался без света. Авария случилась на подстанции Театральная. Ремонтные бригады срочно выехали на место. Авария случилась в половине шестого утра. На подстанции Театральная сработала система защиты. Без света осталась вся центральная часть Рязани. Улицы Есенина, Ленина, Радищева, Горького, Фрунзе и Веденская. Отсутствие электричества сказалось и на движении общественного транспорта. Троллейбусные маршруты номер 3, 5 и 13 были остановлены. На линию вышли пять троллейбусов на автономном ходу. Два на маршруте номер 13 и по одному на маршрутах 5Н, 5В и номер 3. В прошедшие 10 минут были направлены оперативно-выездные бригады нашего предприятия «Мопрогресс» для выяснения причин отключения и для установления электроснабжения. В ходе оперативной работы было определено неисправное состояние кабельных линий, питающих федера номер 1782, подстанция Театральная. Эти кабели в неисправном состоянии было определено. Они были из схемы электроснабжения. И электроснабжение потребителей восстанавливается по неземной схеме электроснабжения. На восстановление электроснабжения у энергетиков ушло около шести часов. Где-то свет дали чуть раньше остальных. И в 11.55 электроснабжение центра города было полностью восстановлено. На смену теплому сентябрю пришли прохладные пасмурные октябрьские дни. В СМИ только предостережения пишут, что приближается период вирусов. Так ли это на самом деле? Об этом, а также о прививках и профилактике рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова. Превышение эпидпорога фиксировали в первой неделе сентября. Говорят специалисты Роспотребнадзора. Мол, люди возвращались из отпусков, да и школьная пора началась. Пик миновали к октябрю. Болеть стали реже. Но не перестали вовсе. Каждую неделю фиксируют до 7 тысяч случаев заболеваемости респираторными заболеваниями. Преимущественно это дети до 14 лет. В прогнозах о регионального Роспотребнадзора к ОРВИ добавятся ковид и грипп. И один из самых лучших способов обезопасить себя – это вакцинация. Все вакцины, которые сейчас применяются для иммунизации против гриппа – это убитые вакцины. То есть там нет самого вируса. И вызвать заболевание у человека в отсутствии вируса – это какое-то просто дремучее заблуждение, наверное, в обществе. Есть исключения из правил. Это, например, если человек общался с зараженным и после сделал прививку. В остальном осложнений не наблюдалось. Потому и советуют вакцинироваться тем, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей – врачи, учителя и так далее. Не стоит забывать и о правилах личной гигиены, которым научил ковид. Носить маски, пользоваться антисептиками, избегать мыть руки. Поэтому правила личной профилактики должны оставаться в нашем обиходе и дальше. То есть нельзя касаться грязными руками, там, слизистый глаз, носа. То есть у нас должны оставаться в сумочках и под рукой антисептики, влажные салфетки, гели. То есть этот спектр достаточно широк. В конце концов, просто мы должны мыть руки, возвращаясь с улицы, да, приходя домой. Сюда же привычка одеваться по погоде, не переохлаждаться. И не стоит забывать о самых простых и в то же время самых важных вещах. Прогулки на свежем воздухе, поменьше стресса и здоровый сон. Исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов оценил ход работ по благоустройству Нижнего городского парка и Кремлевского сквера. Реконструкция Нижнего парка рассчитана на два года. Пройдет ремонт входных групп, амфитеатра, сцены, ограждения, лестниц, мощение гранитом пешеходных дорожек, организацию нового освещения, установку детских и спортивных площадок, монтаж видеонаблюдения, озеленение. Сдать объект должны 30 сентября 2024 года. Обновленный Кремлевский сквер предстоит сдать уже через полтора месяца, 30 ноября. Помимо устройства дорожно-тропиночной сети, установки скамейк и урн, в сквере появится новая игровая площадка. Будет оборудован комплекс светодинамических фонтанов. Масштабное благоустройство парков стало возможно благодаря помощи федеральных и региональных властей. Воскресная школа Рязанского Кремля ежегодно улучшает свои занятия. Помимо изучения закона Божьего, теперь здесь еще учат рисованию и классическим танцам. Причем темы по всем дисциплинам выбирают в соответствии с пожеланиями самих учащихся. Никаких оценок и прогулов. В воскресной школе Рязанского Кремля получают знания и проводят время в дружеской атмосфере. В этом учебном году расписание освежили новыми предметами. В творческой мастерской у детской группы теперь есть рисование и классические танцы. Конечно, основной упор в воскресной школе делают все-таки на изучение закона Божьего. Но и здесь у преподавателей свой собственный подход. Прикладская жизнь, она не может и не должна ограничиваться исключительно богослужением. Она должна продолжаться еще и после других. И вот у нас мы, получается, совмещаем полезное с еще более полезным. Мы и получаем новые знания, и кроме того, еще и общаемся между собой. Причем в воскресную школу ходят не только дети, но и взрослые. Руководитель учебного учреждения Евгений Оленин уверен, учиться никогда не поздно. Установить что-то новое теперь уже для себя о своей вере, о том, что мы имеем в нашем священном писании. И разучивать глазы церковного обихода, все это, вряд ли этим занимались когда-то в школе, и поэтому очень хорошо заняться этим сейчас. Еще лет 10 назад воскресная школа предполагала занятия лишь для детей. Теперь же христианское воспитание в подобных учреждениях становится семейным. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». 17 октября первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова приняла участие в совещании с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Прошло оно в формате видеоконференции. На совещании шла речь о создании новых мест в общеобразовательных организациях, объектов инфраструктуры в рамках национального проекта образования. Обсудили и строительство, и капитальный ремонт школ, оснащение их современным оборудованием. Министр просвещения Сергей Кравцов дал регионам ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование проводимой работы. 23 октября футбольный клуб «Призань» наконец-то сыграет полноценный домашний матч. Болельщиков ждут на трибунах реконструированного стадиона «Спартак». Ну а пока рязанцы играют в гостях и не совсем удачно. Матч с одним из аутсайдеров лиги «Строгино» рязанцы начали весьма бодро, даже несмотря на то, что играли в гостях. И уже на 16-й минуте открыли счет. Никита Жусси фрезанным ударом заставил капитулировать галкипера хозяев. А дальше «Белосиние» отдали инициативу и перешли в глухую оборону. Забили хороший гол. Плюс там были еще несколько моментов. В дальнейшем, к сожалению, где-то, наверное, чисто психологически стали побаиваться, идти вперед. Плюс соперник своими действиями оставлял нас обороняться достаточно низко. Опять же, большое количество невынужденных ошибок в переходных фазах из оборонной атакы, или наоборот, приведет к тому, что много теряли мяч, много тратили сил. На 62-й минуте Рязань произвела сразу три замены, но движения они особо не добавили, а вот у хозяев, вышедшие на поле футболисты, остроту увеличили. И на 81-й минуте «Строгино» сравнивает счет. После прострела с фланга Владислав Аляпин в касании переправил мяч в сетку. Белые-синие бросились восстанавливать статус-кво, создали пару опасных моментов, но не срослось. А вот черно-желтые своего шанса в контратаке не упустили. На 93-й минуте Никита Никифоров вывел свою команду вперед, в итоге 2-1, волевая победа «Строгино». «Стабильность осталась хорошо, но семьи ребят, которые вышли на замену, очень освежили, поэтому мы добавили в конце движения агрессии даже взамен». Вторая подряд досадная осечка с пропущенными мячами на последних минутах – это, наверное, уже психология. Но позитивных эмоций, очевидно, добавит первый домашний матч в Рязани. На трибунах реконструированного стадиона «Спартак» болельщиков ждут 23 октября. Значимость удобной и комфортной обуви переоценить сложно. Неподходящая вам пара способна буквально превратить повседневную жизнь в мучения и испортить настроение. Но вот как сложно найти ту самую пару, многие знают не понаслышке. В КВЦ АК на выставке «Белорусская обувь» продавцы обещают, что помогут вам найти обувь, даже если ваши запросы к комфорту очень высоки. Обувь, в которой тепло, удобно и комфортно, и в слякоть, и в мороз. Подошва не скользит, колодка анатомическая. Здесь найдут себе пару и те, у кого нестандартный высокий подъем, и у кого полная нога, и те, у кого ноги болят. Выбор обуви для людей с проблемными ногами здесь просто огромный. У меня проблемная нога, так что я ищу, чтобы не подошло, чтобы я носила удобные, не скользкие. Мне надо ортопедические обуви. У меня ноги больные. Так как у меня ноги больные, я бы хотела вот такие вот, хорошенькие на ноги смотрятся. Потому что я ношу стельки ортопедические, и вот смотрю, что подойдет мне. В ассортименте сапоги, ботинки и полусапожки на любой вкус. Есть здесь и ставшие такими популярными дутики. Просто незаменимая в наших краях обувь для зимы. Теплые, водонепроницаемые, совершенно не боятся ни слякоти, ни грязи, ни гололеда. Благодаря специальной нескользящей подошве. При этом обувь российского и белорусского производства с гарантированным качеством. Покупатели возвращаются сюда снова и рекомендуют эту обувь близким. Прямо как в тапочках. Очень удобная, комфортная. Очень комфортная. Я впервые здесь, кстати. Но мне очень понравилось. Моя вот сестра приходила, мне покоремендовала. Вот у них эти же сапоги, они купили у них. В том году? В прошлом году, да. Нет, не порвались. Ничего удобного. Вообще очень удобно. Я так ехала, поэтому... Вы даже сестра приехали. Качество очень хорошее. Так что хорошее. Качество хорошее. Все хорошо. Есть в ассортименте классические модели. Есть и те, что идут в ногу со временем и модой. Стильные, молодежные, разных цветов и фасонов. Подобрать пару для себя может каждый. И, что немаловажно, вся обувь по доступным ценам. Нормально, удобно. Хорошие, качественные обуви. Да, приобрел до этого и сейчас еще пришел. То, что возит фирма, которую производит, удобно взять, носить. Как бы и доволен всегда их товарами. Тут вид и мех, и все. И тепло хорошо. И подошвы хорошие. Выставка работает на первом этаже КВЦАК с 10 до 18 часов каждый день. До 22 октября включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте. Город62.тв. И в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова